Для нас крайне важно сохранить город Саратов, его историческую часть, с тем, чтобы история жила и после того, как нас не будет, чтобы мы ее могли передать нашим детям и внукам. А для этого нужно многое сделать. Во-первых, отказаться от точной застройки в исторической части города. Вернее, она может быть, но только с соблюдением этажности и соблюдением охранных зон, которые есть вокруг каждого объекта историко-культурного наследия. У нас сегодня это не соблюдается. Посмотрите, что происходит. Рядом со школой номер 2 на Рахово построили 24-этажные здания. Чем это закончилось? Необходимо сейчас ремонтировать вторую школу. До этого надо 600 миллионов рублей. В бюджете их нет. А там дети учатся. Но построив 24-этажные здания, никто не подумал, а куда дети пойдут из этого дома учиться, в садик, где поликлиника. Я вот вам пример привожу Краснодарского края. Он может заставить задуматься чиновников Саратовской области, мэра города и хороший опыт перенять. Прежде чем давать разрешение на строительство любого дома, застройщик идет в Министерство образования, здравоохранения и получает согласование, есть рядом школа, есть свободные ученические места в этой школе или нет. Есть рядом садик или нет? Это системный подход во многих регионах Российской Федерации. Сегодня существует, более того, это норма регионального законодательства. Депутатам Саратовской областной думы было бы правильно взять и такие же решения принять в рамках законодательства области, так же как и депутатам города принять такие нормативные акты. Друзья мои, ну по-другому нельзя. И вы сегодня сами плодите проблемы, причем для людей и разрушаете еще историю нашего города, нанося вред объектам историко-культурного наследия. Такая же ситуация с домом Ехимовича. Вот вынужден заниматься, исходя из ваших обращений. Я не говорю даже о том, что этот дом заложили во всевозможные какие-то схемы непонятные, но кроме всего прочего рядом 18-этажное здание. Когда сваи начинают забивать, этот дом практически весь подпрыгивает, после чего покрывается трещинами и даже те ждут, когда он разрушится. При этом предлагают, давайте мы возведем до какого-то этажа 2-го или 3-го новодела, воссоздав фасад, а дальше еще до 20-ти, а может быть у кого-то фантазии есть и выше, современное здание. Ну, послушайте, желание ваше понятно, каждый этаж пополняет ваш карман, но что мы оставим нашим детям? Вот разобравшись с некоторыми ситуациями, когда участки прихватили и посмотрев, кто это сделал, увидели. Да, это наши жители города Саратов, но семьи вывезли в Америку, сами оттуда не вылазят, а здесь обогащаются. Но вы совесть имеете? Вы часть нашей истории, нашей души берете и топчете вот этими своими действиями, желая еще обогатиться. Мы не думаем о том, чтобы уезжать. У нас это не только в помыслах нет, но и по-другому себя не мыслим. Здесь наши лежат деды и прадеды, здесь нам жить, и мы должны думать о том, что останется детям. Какой будет город? Ему 430 лет. Зачем вы так поступаете? Поэтому правильно было бы как можно быстрее в этой сфере навести порядок, а со своей стороны окажу помощь. Но вместе с этим хочу еще раз подчеркнуть. Правоохранительные органы, надзорно-контрольные органы должны на эти вопросы посмотреть объективно в соответствии с законом. Нанесен ущерб, вред объектам историко-культурного значения. Затраты, которые понесет бюджет в конечном счете на восстановление, огромные. Они составляют только по трех объектам. Посмотрите, вот дом Яхимовича, оценка приблизительно 200 миллионов для восстановления. Вторая школа, 600 миллионов. Возьмите, посмотрите, этнографический музей. Под миллиард. Почему исковые заявления никто не подает? Не подает город, не подает область. А у вас что, рука в руку? Поэтому надо здесь просто всем этим действием давать объективную оценку. Не хочу никого обидеть, но то время, беспредел, которое было, ушло в прошлое. 90-е годы закончились. Об этом говорил неоднократно. Когда сталкивались с проблемой захвата земли и установкой ларьков, надо порядок наводить. Так же и здесь. До новых встреч.